Приветствую вас и, вы знаете, вашу проблему, которую вы описываете, проблема, связанная с взаимопониманием, с взаимоуважением, с отремлением делать друг друга счастливыми, вот так просто, вскользь, ну, решить не представляется маловозможно. Если вы пишете, что вам нужна комбинентная помощь, а также вы пишете, что поженились по любви, то тогда, я надеюсь, вы и ответите на вопрос. С недавнего времени появились проблемы в интимной жизни, пишите вы. С недавнего времени это с какого? И что происходило непосредственно перед этим? Вот это первое, с чего вам нужно начать. Какие моменты могли повлиять на то, что начались проблемы в интимной жизни? Почему мужчине вдруг внезапно перестало волновать ваше удовольствие? Почему мужчина внезапно перестал волноваться, что вы получите наслаждение? Почему он думает только о себе? Может быть, он считает, что если вы вместе с ним и вы ведете хозяйство, стираете, убираете, готовите, воспитываете ребенка, выгуливаете собаку, то вы полностью принадлежите ему, а мужчина может, ну, мужчина может и не думает о вас. Вы целиком и полностью принадлежите ему. Ну, в таком случае вам следует понять, что вы во многих отношениях, я бы даже сказал, наверное, во всех отношениях, выступаете перед мужчиной как жена, как супруга, может быть, как партнер по ведению хозяйства, но никак не женщина. То есть та самая женщина, которая когда-то стала единственной для этого, для вашего мужа. И отсюда несложно догадаться, что начать, причать проблему, нужных с себя. Как вы сами правильно сказали, ну, как правильно, вы просто сказали, но заметили, что разговоры с мужем не помогают, и правильно. Разговоры ваш муж воспринимает как ну, ваш каприз. Для него, для вашего мужа разговоры о том, что вам не нравится, что вот вы хотели бы и так далее, и так далее, это не что иное, как ваши капризы. Почему? Потому что теперь он видит вас, своих супругов. не женщину, а супругу. И отсюда все проблемы. А давайте попробуем вспомнить, какой вы были, ну, до рождения ребенка, какой вы были, когда встретились с мужем, будущим мужем. Чем привлекли его так сильно, что он на вас женился, какие у вас на тот момент были плюсы, основные. Чем вы восхищали своего мужчину? Вот обо всем этом подумайте, вспомните, кем вы были. Сейчас вы активно выполняете свою роль, семейную роль, супруги. Но забыли, понятно, о том, что вы еще личность, о том, что вы еще женщина. И об этом, обо всем вы забыли. чтобы вам немножечко лучше понять, что я имею ввиду, я скажу так. Вот вы пишите, что выходные у мужа вечные дела. То есть он проводит время где-то вот там, где-то с кем-то, да, и так далее. Вы сидите с ребенком. Ну что, что, вы не имеете права тоже куда-то выйти? Вы не имеете права тоже иметь какие-то свои дела, кроме домашних, кроме хозяйства? Думаю, это не так. Думаю, дела вы свои вполне себе заслушали. Свои личные. Подруга, магазин, там, я не знаю, парикмахерская, что-то еще. но вы себе этого не позволяете. Точнее, ваш быт так устроен, что вы постоянно сидите с ребенком. Вы постоянно делаете все по дому, а муж вам не помогает. так так вот, вы привлекаете его к помощи. Вы скажите ему, дорогой, посиди с ребенком, мне нужно там сходить с подругой, посиди с ребенком, мне нужно куда-то еще сходить. У вас на это полная права. Мужчина отказывать вам в этом не имеет никакого основания. Его прямая обязанность также воспитывает ребенка. Соответственно, мужчина либо соглашается, либо нет. И если мужчина не соглашается с тем, что вы просите его сидеть с ребенком, например, то в такой ситуации вы ему говорите, ну ты что, не хочешь, чтобы я была счастлива, ты что, не хочешь, чтобы тебя сходило куда-то, ты что, не хочешь меня отпускать, ты же видишь, что я задыхаю, ты же видишь, что мне не хватает эмоций, не хватает времени и так далее. Ты не думаешь обо мне совершенно. Посмотрите, что ваш муж вам скажет. Если скажет что-то вроде того, что хорошо, я все сделаю, пообещаю, это не сделаю, вам нужно думать, как от него отдаляться. То есть нельзя ситуацию вот так просто взять и пускать в самотеку. Вам нужно отдаляться, показать, что вы не готовы мириться с этим, показать, что вы не готовы терпеть это, показать, что вы будете готовы бороться за то, что вам нужно. И бороться готовы вплоть до раздельного проживания вновь, опять. Показать ему, что вы настроены решительно, если он не захочет вас слушать. пока мужчина вас всерьез не воспринимает. И разговоры ваши он тоже всерьез не воспринимает. Мужчина понимает язык поступков. Мужчина понимает язык действий. И с ним нужно вести себя именно так. Действовать. сказали попросили, выявили его на поступок, ответили на его поступок другим поступком. Все. В принципе больше у вас нет вариантов. Недаром я вам вначале сказал, что неплохо было бы вспомнить с какого момента у вас началось вот это отчуждение. Дело в том, что вполне могут быть могут иметь место какие-то непонимания между вами. Какие-то недомолвки, какие-то события обстоятельства, которые были восприняты вами не так, как нужно бы, не так правильно, как хотелось бы. И так далее. То есть понимаете два направления, в котором вы идете. И говоря о втором направлении, о направлении причин, вам нужно эти причины найти и конкретно о них будем разговаривать. Вообще желательно вывести его на эмоции, чтобы он в порыве эмоций вам что-то высказал, чтобы вы поняли, почему же он так себя ведет, потому что мужчина не может не знать и не может не чувствовать, что вы недовольны. но по какой-то причине он считает, что ну вы недовольны и ладно, хорошо, ну так и оставим. Все. То есть он не хочет ничего менять. И самое главное, что ему не выгодно ничего менять. Ему устраивает все, что есть. Возникает вопрос, но если вы не удовлетворены в интимной жизни, почему вы позволяете ему втупаться с собой в интимную связь? Говорите ему нет, я не хочу заниматься с тобой связком, потому что ты не удовлетворяешь меня. Я не получаю никакого удовольствия. Но простимулируйте своего мужа, подумайте о себе, начните себя любить, начните себя уважать. сделайте что-то для себя, и тогда муж будет тоже относиться к вам так же. А если вы мужчине позволяете делать с вами все, как ему удобно, а взамен ничего не требуете, только говорите, но поступков никаких не совершаете для того, чтобы ситуацию исправить, зачем мужа что-то менять. Если он уверен, может быть, что вас все устраивает. Ну да, вы капризничаете, ну да, вы что-то говорите, но это мужчины часто женские слова воспринимают как каприз. Несерьезно. А если вы оставите его перед фактом, либо ты удовлетворяешь мои желания, и мы занимаемся сексом как нормальная пара, либо у нас нет секса вообще, это вообще другой момент. Если мужчина, допустим, примет вашу позицию и скажет «Хорошо, я не буду с тобой спать», вы можете задать вопрос «Я что, тебе настолько противно, что ты не хочешь доставлять неудовольствие, или ты меня больше не хочешь, или что?» А если мужчина спокойно отнесется и просто оставит вас без секса, ну, скорее всего, у него кто-то еще есть на стороне. И в этом контексте нельзя оставлять семью так, как она есть, потому что это не семья, это просто проживание как соседи. То есть как бы три направления для решения вашей проблемы. Первое направление – анализ и поиск причин, по которым у вас началась такая ситуация. Я подозреваю, что имели место быть какие-то обстоятельства, которые провоцировали такое поведение со стороны может быть мужа, может быть и ваша тоже. Второе направление – это направление собственно говоря поступков. То есть вы переходите с языка слов на язык действий и активно защищайте свои интересы перед своим мужем. Как я уже говорил, если потребуется вплоть до раздельного прошивания, то просто эскалируйте, 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 просто его что-то делать, просто его что-то делать, не делайте сами, смотрите на его реакцию. Тут по-другому невозможно. Нужно чтобы он обратил внимание, чтобы он всерьез задумался о проблеме, которая есть. Ну и в-третьих это личностный рост. есть главное обратить внимание на себя, больше любить себя, может быть сменить свой имидж, сменить свой стиль, больше заботиться о себе, находить время, хотя бы полчаса в день, больше заботиться о себе, посвящать время себе, создать личные границы, чтобы были и психологические условия, и физические условия для наличия места, в которое бы и не было доступа никому, кроме вас. То есть нужно заботиться о себе, нужно любить себя, нужно вспомнить, кем вы были и быть этим человеком, стать им вновь. предлагаю, что вы немножко изменились и чуть-чуть подзабыли, кем вы были. Ну вот, в принципе, именно в таких направлениях я предлагаю вам идти. Если честно, сложно представить, что в этой ситуации можно сделать что-то еще, потому что чтобы люди начали разговаривать, нужно, чтобы у людей был стимул разговаривать. У вас стимул разговаривать есть, потому что вы не получаете того, чего хотите, у мужчины стимула разговаривать нет, потому что он получает то, что хочет. Вот давайте подумаем, как сделать так, чтобы он перестал получать то, что он хочет, чтобы у него появился стимул с вами разговаривать, чтобы он обратил на вас внимание, чтобы он начал к вам прикручиваться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.